ИБИЮ очень боится всяких политизированных нюансов, намеков и раскладов, и пытается избежать всего этого хозяйства, поэтому как только там что-то лезет, вот такое, да, вот, как Диана сказала, что вот фанаты пишут о том, что я сижу, порой карданские песни, да, это сразу же приводит к довольно жесткой позиции ИБИЮ самого, да, как такового, потому что фанаты могут писать все, что угодно, и до этого ИБИЮ делал, но как только об этом скажут, общественные дилетомбрания забрали ряда, то это, соответственно, превратится в официальное заявление, с которым ИБИЮ вынуждена будет разбираться. Один раз было, годы три назад, когда мы впервые участвовали на Евровидении, у них серьезно, они вплотную занялись тем, а действительно ли это политическое голосование, и отправили все эти данные из всех стран, специально аналитический центр, который долго-долго сидел, работал с этими цифрами и так далее, и они пришли к выводу, что политического голосования нет, есть нейберинг-вотинг, они не любят этот термин, как я правильно сказал, у них есть нейберинг, то есть соседи голосуют за соседей, на самом деле это так, прибалты за прибалтов, Югославы бывшие сами за себя, но есть еще голосование по диаспоре, понятия соседей все-таки не входит. На основании по диаспоре впервые термин этот диаспор-вотинг вошел с нами, то есть появились на Евровидении, и Европа заговорила о диаспор-вотинге. Ну, что вы мне извините, то, что Германия все эти годы первое место отдавала Турции, это ничто иное, как Александр. Нет, это диаспор-вотинг в случае с Германией, но это не было феноменом. Они могли сказать, что окей, в Германии было бы турков, они так голосуют, но это был единичный случай по большому счету. А вот когда туда попали, ну, их это начало серьезно бесить. Причем, когда я говорю, ну, давай едем поймем так, это бесит не бью, а это бесит страны большой пятерки. Да, то есть страны, которые на самом деле больше всего денег дают на этот конкурс, все деньги дают на этот конкурс один. Англия, Германия, Франция, Испания, четыре страны, большая четверка плюс выигравшая страна, которые автоматически всегда в финале, потому что… Англия, Франция, Испания. И их это бесит, потому что, например, от Англии никто еще ни разу не выявлял на Европе. Им это немножечко обидно, да? Почему Турция не песня, например? Например, потому что Турция выиграла, я смотрел этот конкурс, она неплохо спевала, но это было где-то третье место. Из этого Диаспора Волчинга она бы заслужила, а третье место в итоге все-таки под… Да? Поэтому в этом году они поняли, что выиграет какая-то песенка, которая, ну, по большинству никому не правится. А почему так происходит? Это Тайвер Гоудинг, это Нейвер Гоудинг или что именно? Они решили ввести обратную систему жюри, и в этом году у нас появится еще и жюри. То есть, страна конкретно одна пройдет именно благодаря голосованию жюри. Из полуфинала в финал. Здесь, наверное, нужно… И в финале тоже будет жюри голосовать. Да. Здесь, наверное, нужно на шаг вернуть вот это вот мероприятие и рассказать о технологии голосования. Но ее не надо принять, почему? Ой, она меняется каждый год. Она меняется каждый год. Я просто извинирую, перед тем, как ты расскажешь, он расскажет по своему опыту. Я до того, как мы участвовали в Евровидении, значит, было такое. Голосовало жюри. Они собирали вот все эти баллы. И, значит, страна, Германия, которая платила больше всего денег в 90-каком-то году, она заплатила эти деньги, но была лишена права участия на конкурсе Евровидения. Почему? Потому что их общий результат, сумма баллов за предыдущие пять лет оказалась недостаточной, чтобы немцы выступили на этом конкурсе. Началась очень большая каша вообще во всем мире. Пресса просто глушевала. Как это так? Это вот если мы не набрали за предыдущие пять лет надлежащее количество баллов, но платим больше денег, почему это мы не должны участвовать? А вдруг наша песня в этом году выйдет? Может, она была суперпопулярная песня? Они начали потихоньку менять эти правила. Подошли до «Волтинг». То есть вот этот «Телеволтинг», он фактически слишком новый прием. До этого было просто непонятно, что даже Пугачев, которая заняла в свое время 16-е место, она вот именно благодаря жюри попала на 16-е место. А это еще не факт. Если бы был «Телеволтинг», может быть, она и прошла бы, потому что россияне во всех странах, естественно, проголосовали бы за нее. То есть они меняют это каждый год. Каждый год у нас митинг «Head of Delegations» начинается с того, что друзья молодцы, в прошлом году хорошо поработали, киксов было мало, практически не было, все прошло хорошо, но это плохо, что прошло хорошо. Давайте придумаем новый комфорт «Волтинг». Но в принципе «Волтинг» нельзя избежать, потому что, например, те же россияне, те же армян во всей Европе очень много, причем во всех странах, некоторые должники, но тем не менее. Ну, «Телеволтинг», извиняюсь за это, потому что я не согласна. Потому что россияне на свете больше, чем армян. И по всему миру. А почему у нас нет Москва 2008, 2009, 2010? Есть определенный нюанс для астроворкингов, который нужно всегда как-то озвучивать. Смотрите, за Россию много голосует, много сателлитов. Россия ни разу не выигрывала этот конкурс. Да? Турция. За Турцию голосуют. У нее много, как ты говоришь, диаспор. Там тоже можно применить диаспор «Волтинг». Турция выигрывала этот конкурс один раз. У нас считается, что у нас самая ползая диаспора. Хотя не знаю почему, потому что там, по-моему, Израиль, но ладно, бог с ними. И, значит, наш диаспор «Волтинг» тоже для них как бы бельмо в глазу. Но, как бы ты не пытался преувеличить значение диаспор «Волтинга», все равно самое важное значение имеет песня. Согласен. Потому что, окей, давайте предположим, что диаспор «Волтинг» дает нам небольшое преимущество. Назовем его, я не знаю, каким-то так понятным. Восьмое место, вот как говорит Смол, хотя я с этим опять не согласен. Предположим, что вот эти вот голоса из диаспоры дают нам гипотетических 80 баллов просто так. Но все остальное мы должны набрать, или мы должны набрать именно хорошие песни. И все-таки, если чья-то песня немножко лучше нашей, то диаспорт дает нам преимущество «Велитиза». Да, да, есть одна большая проблема. Когда ты говоришь, что песня лучше, да, у тебя там чего-то упало. Когда ты говоришь, что песня лучше, ты допускаешь одну ошибку. Песня «Евровидение» — это не конкурс хорошей песни, это конкурс популярной песни. Который раз. Да. То есть за которую голосуют. Давай мы это поймем, да, потому что это стандартный прием, которым постоянно пытаются манипулировать, да, тут очень много людей. Песня может быть очень хорошей, но она не выехает «Евровидение». Да? Вот когда ты говоришь, что песня была хорошей. Это ж по твоим понятиям песня хорошая, да? Ну, знаешь, по моим плюсам я еще прикидываю вот ее воздействие на… Песня хорошая, не хорошая, но… Паша Аки Кэппи самая неправильная. Песня «Евровидение» — это дейская ножа, но она шикарная была. То есть… Я эту песню ненавижу. Но она шикарная помогает. То есть я его голос услышал… Мне безумно понравилось, я честно говорю, я наш муж говорит, мне безумно понравилась песня «Румын», он был лампный, и безумно понравилась как спели «Нидерланды». Вот эти вот… это такой был вокал, такое представление, я была просто в шоке, мне они очень понравились, они действительно выступили лучше наших. И песня у них была тоже лучше. Согласны мне? Поэтому давайте о вкусах не поговорим. Да, я говорю, значит, даже песня просто не относится по формам. То есть вот по всей этой «Едливости», вот по всей этой «Надоедливости»… Вы знаете почему? Потому что она была на армянском. Потому что она была на армянском, поэтому ее сейчас везде поют. «Манкопар» — «Тазитский сад», «Мечепта»… Это… Это новящая песня, напоминающая. Я чуть-чуть, да, прерву этот разговор, потому что говорить о том, какая песня хорошая или хорошая, да, мы, наверное, сойдемся на том, что это, в общем-то, каждый понимает, наверное, свою испорченность. Да, я, например, всегда нервничаю весь этот конкурс Евровидения, который опять долго сложно смотреть, потому что все то, что там происходит, мне не нравится по определению. И всегда радуюсь, когда начинается голосование, потому что это то, что мне интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!